Осознанность появилась в научном обиходе с третьей волной когнитивно-поведенческой психотерапии, которая, собственно, понимает под осознанностью целый набор медитативных практик. У меня есть такая техника переключения во внешнее. Она тоже, собственно говоря, предполагает вот это состояние, когда ваше внимание направлено не внутрь вас, а наружу. В этом смысле это хорошее упражнение. Значит, второе есть прочтение осознанности. Это когда вы осознаете действия, которые вы производите. Мы же живем на автомате, мы живем очень такой жизнью, на самом деле, рутинной, несмотря на кажущиеся какие-то перемены, она у нас все равно, в общем, рутинная. И мы часто ко всему привыкаем и перестаем думать про свои поступки, как мы здороваемся с человеком на автомате. Мы в этот момент, вот это мне все время в детстве, я никак не мог понять, как может быть, здравствуйте, how do you do? Ну, это же такой серьезный вопрос. Что там с человеком-то происходит, это же такая существенная вещь. Вот это автоматизм такой. И когда вы осознаете, что здороваясь, вы на самом деле желаете человеку здравствуйте. Когда вы говорите добрый день, вы желаете доброго дня, а не просто произносите дежурную фразу. Это делает вас более повернутыми к миру, в котором мы живем. И это тоже плюс. Ну и третье — это осознанность, которая можно считать такой внутренней. Такой осознанности мало у кого есть. Такая внутренняя осознанность — это сократовское «я знаю то, что ничего не знаю». Это осознанность. То, что мы не можем быть уверены, что в этой комнате нет носорога, то есть способность всегда сомневаться в собственных убеждениях — это признак ума и, соответственно, осознанности. Умение видеть разные аспекты ситуации, жизненных моментов, каких-то там и так далее — это тоже осознанность. И вот такая внутренняя осознанность, она мне нравится. Но про это, кроме как в Академии смысла, особенно нигде не учат. Поэтому приходите к нам.